Я зимой когда-нибудь вылетаю в снег и в сланцах. Люди, конечно, смотрят, как он такой, его бошечка, но есть что-то. Вы зимой ходите тоже в сланцах? А вы же сожжете, что вы у вас в сланцах? Ну, я когда в снега приезжала, я стараюсь одевать кроссовки, чтобы просто не шокировать людей. Но это некомфортно, неудобно, потому что удобно обувь очень сложно подыграть. То есть, вы по снегу ходите все время на францах, да? Ну, по ясно в помещу, да, часа. Смех с мелью, с 20-х с мелью, с 20-х с мелью. Но они же не с смехом, они просто открыты, не с смехом. Да, конечно, если обычная безмерзка, там и примерзла. Ваш вопрос, вы сказали, что у нас два францах в сланцах образования, а в чем разница между паналами и сирией, когда человек почему-то больше не умирает, но не болезнь, да? И вот таким вот, как говорится, просто уедемым, да? Ну, это разные все знания. У меня есть на канале прям целый эфир про ЭКП, где я рассказываю. И в основном уже, ну, наверное, в 70% этого заболевания болеют девочки. Вот, и только 30% мальчика, но это только сейчас уже пошло. То есть раньше этого вообще не наблюдалось за мужским полом. И это вообще идет не от самого ребенка, а от матери. Когда во внеприутробном состоянии, когда ребенок доносит, у матери есть дефицитарное состояние. Когда ей не хватает чего-то, неважно, это любви, денег, внимания, еще что-то. То есть когда мать находится вот в этом состоянии, осознает она это или нет? И это передается, как правило, именно, потому что мамы и плод, это же одно и то же. Они, у них одна кровь, у них вообще все единое. Вот, это передается, по большому счету, оттуда. А у вас все хорошо, как у вас мамы? Да? То есть у вас нету, как у вас нету, как у вас нету состояния? Нет, ну как? Я такой же обычный человек со своими травмами была, как и все, конечно же. Просто я их сейчас вижу, я их знаю, и я понимаю, что их даже менять или что-то там прорабатывать, но это не имеет никакого смысла, это просто принятие, спасибо, что это есть. Вот, но это как, наверное, у большинства людей, можно и не про всех, конечно, говорю, но у большинства людей, конечно же, было то, что там не хватало денег, не хватало любви, не хватало каких-то обниманий, все это есть. И как раз я все эти моменты и стараюсь описать книги, которые я пишу, чтобы человек, читая эту книгу, начал вспоминать, чтобы у него открывалась генетическая память. Не про меня он будет читать, думая про меня, читая, он будет открывать свою генетическую память. И анорексия — это как раз не про тело, это не про физику, это про то состояние, когда ты не принимаешь себя и не готов в этом закапсулированном теле быть, каким бы оно ни было. И ты его разрушаешь вот через это, ты из него избавляешься через это. Ну, есть лечебное голодание, если мы, да, все знают, что это болезненно очень. Почему бы, если привившись от своей болезни, не заплачивать это голодание? Ну, то есть приняв голодание как бы лечение, если привившись, не вернуться снова к обычному, ну, к логическому удовольствию. Часть нашей жизни — это удовольствие, обнимать детей, радость, удовольствие, солнце, удовольствие, аромат цветов, вкусные фрукты. Все — часть нашей жизни. Да, только удовольствие лезть глубже, чем просто насладиться каким-нибудь... Я... фрукты же из моего мира никуда не делись, просто у них нельзя это есть. И если вы, например, даже будете на лечебном голодании с водой или без воды какое-то количество времени, то вы будете, смотрите, вы будете брать фрук, вы будете видеть, что цвет, он очень яркий, запах, он очень яркий, а когда вы начнете его пробовать, то есть первые несколько... несколько вот этих вот укусов для вас будут яркими, пока вы наслаждаетесь, а потом это будет травой. То есть вообще всегда что такое вкус... Вкус у нас, как говорят, у нас рецепторы на языке. Но это же не так. У нас же рецепторы в голове. Вы когда думаете о лимоне, вы же его еще в рот не положили, а спина уже потекла. И у вас каждая вкусовая позиция, она заключена через голову, через мозг. Что вы испытывали в данный момент? То есть у вас даже это на неосознанном уровне. То есть вы поели какой-то продукт, и вот рядом с этим продуктом осознанно, либо неосознанно, вот происходило вот что-то, вот у вас было такое-то состояние, вокруг вас люди были в таком-то состоянии, еще что-то, и оно у вас отложилось на подкорочку. И потом, со временем, собирая вот определенные вот эти вот композиции вкусов, у вас вывели к какому-то продукту. И вы начали любить вот этот продукт, например, больше, чем тот. Но это не потому, что этот продукт такой, а потому что у вас в голове на подкорочке записана целая история, почему вы его любите, которую вы просто не можете прочитать сейчас. Потому что употребляя какой-то продукт, почему это возникает? Употребляя какой-то продукт, не важно какой, какую-то вкусовую композицию, у вас с любой вкусовой композиции меняется слюна. Она становится более жидкая, более вязкая. То есть она становится другой. Чем, например, гад становится другой, она попадает в кровь быстрее и меньше. Какие-то капилляры попадают, какие-то не попадают. То есть это более густо, как в эти капилляры попадают. Попадая в эти капилляры, встраивается в нейронную связь. Встраивается в нейронную связь, которая ведет к определенным процессам. И это все происходит за мгновение. И вот эта вся история о любимом продукте, она вся в голове. И когда вы понимаете, что вы любите не еду, а жизнь, потому что вы ей жизнь, вы себя не любить не можете. Ведь обнимание вашего ребенка — это обнимание самого себя, потому что ты являешься этим обниманием. То зачем тебе выходить на вот этот вот другой низкий уровень, поглотить что-то в себя, чтобы перестать быть этим обниманием? Это, знаешь, это когда ты, например, что-то приятное трогаешь, ну, я не знаю, там шоу какой-то, ты трогаешь, ну, а как приятно-то? А ты его через перчатки потрогай. И что у тебя будет? Ну, как бы тот же шел, ты ведь остался, только ты в перчатках. И вот здесь то же самое. Когда ты приходишь, где ты снимаешь эти перчатки? И ты начинаешь это чувствовать не через тело. Ты становишься этим. Можно вопрос? У нас настолько вы кончились чувства, что следующий этап, вот в усилии, вы чувствуете, что это было? У меня был опыт, примерно 30 дней до родного, и я тогда встал в отопке, не хотела ходить, не хотела ходить, но вы же знаете, что дело начнется. Как удержать себя в сознании? Что нужно уловить? Уловить свой страх. Уловить свой страх. Откуда он? Потому что мы вчера говорили, страха его не существует. Страх — это всего лишь мысль, в которую ты поверил, в которую ты помыслил, ты в нее поверил и стал жить этой мыслью страха. Но его, как таково, не существует, если ты ему не будешь думать, не будешь мыслить. И любой страх, который происходит с тобой, ты его тоже разбиваешь по полочкам. А зачем он? Кто его мыслит, этот страх? Зачем его мыслит? Я не могу. А зачем он тебе? Он же имеет какие-то плюшки. Все мы не понимаем. Я как раз вопрос зато, я забрал, и все равно не делаю. Ну вот, если бы ты сейчас был в этом состоянии, мы бы туда пришли с тобой. Ну вот, если бы я был в этом состоянии, конечно. Давайте еще проезжайте. Давайте, о чем мы говорим-то? Ну, по-моему-то. Энергия из ниоткуда. Энергия из ниоткуда. То есть, смотрите, энергия из ниоткуда. Это опять же, когда ты приходишь к себе, когда ты становишься всем, этой энергии не может не быть. То есть, воздух, он не заканчивается. Солнце, оно не заканчивается. Деньги, они не заканчиваются. Никогда вы не услышите, что, ребят, денег нет. Ну, слышали ли я? Не могу врать, слышали, да? Денег нет, ну вы держитесь. Но, тем не менее, все, что есть в этом мире, оно не заканчиваемо. Не закончатся камни, не закончится вода. И вот, и энергия, про которую очень часто говорят, очень часто люди понимают энергию как какой-то маленький рычажок, как такую маленькую батарейку, что вот эта вот энергия, это как раз то, когда я вот чем-то занят. Вот у меня есть энергия на это, на это и на это. А когда ты лежишь, и когда ты вот как обесточен, думаешь, что у меня нет энергии. Но это же твоя энергия, это перерождение твоей энергии. И если ты насладишься и этим состоянием, в котором ты ничего не можешь сделать, то оно перейдет на следующий этап. И если люди, которые заходили на лечебное голодание, особенно на сухое, вы, наверное, очень часто замечали такие моменты, ну, у многих людей это было, что, например, на четвертый, на пятый, кого-то на седьмой день бывает такое, что вот все, не могу, надо выходить, сил нет, не можешь даже подняться. То есть и дышать тяжело, и сердцебиение, и вот у тебя уже такая слабость сильная. И вот тогда это первый этап, такой первый крючок неедления, который тебе показывает, откуда берется энергия. Стоит только в этом состоянии не начинать есть, а переждать до утра. И вы утром просыпаетесь, вы будете, к Божему, откуда? И ты готов просто новую деревню построить для всех издающихся. Сил прибавляется, а оно ниоткуда приходит. Это именно твои этапы становления с собой, становления с тем миром, который есть. И когда ты с ним соединяешься, чем больше ты с ним соединяешься, откидывая тебе страхи, потому что страхи будут открывать ребят мой юлька. И когда говорят мне там, ой, я знаю, что такой страх, я знаю, что я умирал. Так вот я вам скажу больше. Вы будете умирать каждое мгновение. Вас будет накрывать страх, леденящий ужас просто, до тех пор, пока вы не умрете тем, кем вы являетесь. И когда вы проходите вот эти этапы, тогда у вас начинаются следующие этапы. Следующие этапы того, что вы являетесь не той энергией, которая в общепринятом понимании бегать, рвать, метать, а той энергией, которая готова все время отдавать. Вы будете как вай-фай. Хочешь — бери, не хочешь — не бери. Вы никому не будете догонять и причинять добро. Вы никому не будете что-то рассказывать, что-то доказывать, кого-то лечить, исцелять, кому-то что-то там помогать. Очень многие там в помогаторство уходят. Нет, вы будете понимать, что вокруг вас этот мир изобильный. Вокруг вас этот мир, он настолько гармоничный, что ему не нужно помогать. Если к вам кто-то подошёл и попросил помощи, попросил что-то ему подсказать, показать, то да, конечно же, вы это делаете. Но если вы видите, что у человека что-то не то, то начинается вот этот вот цех, ой, я сейчас ему помогу, я сейчас ему расскажу, я сейчас ещё. И очень много у нас появилось исцелителей. И вот эти вот целители, они, много ребят, исцелителей, которые у меня, и у меня цветов. Как вот быть, как вот не брать на себя энергию, там ещё что-то. Потому что мы, другого человека, любого другого, своей энергией, своей ДНК исцелить не можем. Но мы можем своей неуёмной энергии направить, открыть его энергию, чтобы он своей энергией исцелил себя. Вот что такое истинное целительство. Когда ты позволяешь ему своей энергией открыть его энергию, не своей исцелить. Есть люди, которые своей энергией исцеляют. Они сами обесточат, то есть они кусок себя туда вкладывают, а он, не поняв, зачем ему этот великолепный метод, он не понимает, что он прошёл, и он всё равно себе возьмёт ещё что-то. И это называется медвежья услуга. Когда человек, например, хромал, и какой-то целитель говорит, я тебе сейчас исцелю ногу. Вот он ему исцелил, а в следующий раз у него полтела оторвал. Потому что он не понял, для чего ему пришло то, что он повредил эту ногу. И поэтому здесь очень тонкий вопрос, кого ты собираешь вокруг себя? То есть целители вокруг себя кого собирают без помощи. А если вокруг тебя мир изобильный, то ты кого вокруг тебя соберёшь? Только изобильных людей. Самых масштабных. В моём мире нуждающихся нет. В моём мире просто есть люди, которые проходят свой опыт. И если им нужна какая-то моя поддержка, моё какое-то слово, то я, конечно же, если это действительно нужно, то я действительно это дам. Но это не из состояния чего-то такого, что вот я могу тебе дать, а из состояния того, что мы с тобой наравне. То есть смотрите, когда очень часто тоже говорят, что ой, вы должны вот это вот делать без оплаты, вот это делать без оплаты, там ещё что-то. Ну в общем куча-куча вещей, потому что вот так вот нужно. Да это всё можно делать. Это же не вопрос. Вопрос в том, что вы возьмёте, если вы что-то не отдадите своё, не вложите свою ценность в то, что вы получаете. Ведь моя ценность может быть любой. Я могу вам рассказать, вот даже на любых, на любых мероприятиях, которые проходят. Вот я говорю одно и то же. И кто-то уходит вот с таким пониманием себя, а кто-то уходит вот с таким пониманием себя. И это же не от меня зависит, я же говорила, говорили не одну и ту же. Но каждый человек, он понял, что ему нужно. Он готов к какому-то определённому своему новому классу вскрытия себя. И здесь ещё играет момент, а какую ты ценность вложил в то, чтобы взять, для тебя насколько это ценно. и это не всегда просто. Почему это денежный момент? Потому что через деньги это проще всего сейчас сделать. Но если это будет не через деньги, то это тоже будет великолепно. Когда вы показываете свою готовность принять, только освободившись от чего-то. То есть, если вы полны, то у вас что-то положить сюда очень сложно. Но когда вы из себя достаёте что-то, то у вас уже... Вот сколько вы достаёте из себя, столько у вас есть места для принятия нового. И поэтому, когда ездим на ретриты, почему я два дня, но после ретритов, я, как правило, даже на связь не выхожу. Потому что я приезжаю полностью пустой. Я полностью опустошаюсь. Я полностью отдаюсь тем ребятам, которые ко мне приехали. Потому что это просто... Ко мне приезжают такие... Невероятные люди, это просто бомбически. Каждый раз. И вот когда я их открываюсь, ты понимаешь, насколько они огромные. И когда они огромные, то им сколько нужно дать? Им же нужно и дать вот столько. Я приезжаю абсолютно пустой. Но через какое-то время, так как я пустая, у меня приходят новые знания. Но только они могут прийти только тогда, когда я могу быть пустой. И точно так же с вами, когда вы готовы что-то у кого-то взять, когда там, а можно скидочком, а можно это, а можно это. Вот сколько вы отдаёте, сколько вы их сможете взять. Вот сколько вы отлили из стаканчика, вот сколько у вас нового что-то в вас пришло. Когда вы готовы это всё раздавать, вот прямо до нуля, то у вас это и будет приходить. И это всё так работает. Поэтому мы и говорим, когда вы потребляете что-то, другие эмоции, когда он говорит, «Ой, вот мне вот он не даёт вот это, вот меня там недолюбили, вот мне родители не додали, мне муж не додосказал, там мне, у меня там вот это вот что-то». И что-то кто-то кому-то не додал. Вообще абсолютно не важно, на самом деле, что тебе дают. Всегда важно, а что ты отдаёшь? Потому что наполнишься ты всегда на моменте того человека, ты наполнишься всегда от всего мира, кем, чем является всё. И это будет больше. То есть человек тебе другой может дать совсем чуть-чуть. А через человека, если человек масштабно, если он, если он как полая труба, то через него идёт весь мир. Если ты готов этот мир принять, то ты должен сам обмолиться. Сам должен отдать ровно столько, сколько ты готов вообще получить нового. Вот готов на скидочку? Вот. Столько же и получишь. И я даже уже неоднократно, у меня как минимум 30% всех продуктов, которые делаю, минимум 30% это я делаю на безаплатной основе. Всегда. По каким-либо причинам. Я понимаю, что из этих 30%, ну, наверное, в лучшем случае 10%, которые люди берут что-то с благодарностью. А 20% они вообще не понимают, что это за чай. Потому что у них нет ценности. Они не понимают, что они вложили, что они. Они как бы ничего не дали, не дали в случае, сколько же взяли. И у них это всё не складывается. Они не понимают, как это, а как с этим будет, а как с этим будет. И у меня даже был такой момент, когда я проводила консультации. Все мы любим донейшн. Многие, вернее, любят донейшн. И что такое донейшн? Когда они задумывались, да? Красиво это вот слово. Это перекладывание ответственности на кого-то. То есть это о чём говорит? То есть я не знаю, сколько я стою, давай-ка меня оцени. Ну, это как мать. А на сколько я выгляжу? Давай-ка меня оцени. И что происходило в результате? То есть люди, которые по мне приходили на консультацию за донейшн, я давая им консультацию за донейшн, я всё время думала, а достаточно ли я даю, чтобы они мне достаточно заплатили? Может быть, мне нужно дать больше? А они всё время думают, блин, а она мне столько даёт, а может быть, уже остановить эту сессию? А сколько я и заплачу? Вот у меня вот это вот, и в результате ни я толком не давала, ни они толком взять не могли. Вот такое вот было напряжение, и всё. И люди, которые за донейшн со мной работают, в результате, когда я установила ценник, все расслабились. То есть я знаю, сколько я даю, они знают, сколько они заплатят. И все люди, которые были на донейшн, у которых на какое-то время они говорят, «О, у нас тут, мы тебе, Светочка, вот столько заплатим, потому что у нас нет ничего». Я говорю, «Ну, хорошо». Как только появился ценник, и он был в 4-5 раз больше донейшна, все люди, которые были на донейшн, они пошли за этот ценник, и после этого ценника они начали ходить и на марафон, они начали там какие-то другие моменты, на сопровождение. То есть в ходе того, что женщина ходила, она сама живет в Германии, то есть она ходила на разные печенья, на разные вскрытия своего потенциала и ума. Но на марафоне, за который она заплатила, она говорит, «Это, говорит, самый дорогой марафон в моей жизни». И мне, говорит, так хорошо, что самый дорогой не смысле, потому что он действительно был дорогой, а вот в ее жизни самый дорогой был марафон. И она говорит, «Настолько мне было приятно в нем участвовать, я поняла, что я здесь своя, то есть я могу себе это позволить». И она, у нее было определенное заболевание, такое достаточно сложно, она живет в Германии, а в Германии там очень сложно с лекарством. То есть если ты какое-то лекарство не выкрил, у тебя, у нее было кровотечение все время, у тебя открылось кровотечение, то ты за это платишь еще деньги достаточно большие, потому что ты не соблюдал порядок. Вот, и она помимо того, что она исцелилась от этого кровоизлияния, кровотечения, она еще и забеременела. Ей было 42 года, вот, она забеременела, родила здорового ребенка. У них уже есть мужик, собирались расходиться, но там тоже не так сложно разойтись, то есть у них там брако-разводные процессы достаточно такие глобальные. И все, в них жизнь вся наладилась. Это не потому, что я такая, это потому, что она была готова к другим своим ресурсам. И вся энергетическая структура, которая здесь у нас построена в этой плотности, она вся настроена на то, что ты можешь ровно столько, какая у тебя емкость, сколько ты своей емкости освободишь, чтобы взять. Потому что к тебе может приехать и вагон, день. Но если ты пришел с пакетиком, ты только пакетик его несешь. Не важно, кто тебе сколько дает, важно, сколько ты сам можешь взять. Тебе может быть, читать, бывают такие моменты, да, когда ты читаешь книжку какую-нибудь, и ты думаешь, блин, ну вот такая книжка какая-то, не туда, не сюда. Потому что уже дочитать нужно. Ты вот ее читаешь, и где-то там проскальзывает одно предложение. И оно тебе просто вскрывает. Ты думаешь, блин, вот ради этого предложения я, наверное, читала эту книгу. И достаточно буквально совсем чуть-чуть, чтобы вы посмотрели на себя по-другому. Кто я есть, откуда это у меня все. Может быть, у вас это вся энергия или не энергия именно из-за того, что принимаете ли себя, становитесь вы такой или нет? Какие-то ключи к тому, как стать собой, расширить, как это, что вы потратите, как вы получили? Конечно, об этом и говорю. У меня очень-очень много безоплатных эфиров. Больше тысячи на канале. И я все время об этом буду с разных сторон. То есть, если вот с этой вот не зацепила, да, я про эту же тему с другой стороны говорю. То есть, у меня действительно очень много эфиров, и я стараюсь и с этой стороны, и с той стороны раскрываю разные аспекты. А по большому счету, что значит прийти к себе? Но чем больше ты напрягаешься, и чем больше ты понимаешь, что мне нужно вот это, мне нужно вот это. Ведь смотрите, когда очень много же книг написано, и очень много людей, которые ходят по гуру, ездят по разных странам. Это, конечно, тоже классно, когда идет какой-то накопительный эффект. Но очень часто бывает такое, что там человек вообще не в этой теме, а бы присутствовал там у кого-то, поспал у кого-то там на какой-то сессии. Все. И он приходит домой, и он все у него переключен. Думаю, да как так там? Я хожу там уже годами, до меня не доходит, а этот сидит, и все. И он может часами сидеть, ему больше ничего не нужно, он видит этот мир абсолютно в друге. Думаю, как это случается? Это как раз тогда нет этого напряжения. И каждый человек, он описывает свой опыт, он же описывает со своей позиции. Он смотрит, например, он стоит, сидит на горе, да, кто-то там, гуру какой-нибудь, сидит на горе, и вот здесь вот пролетает птица, и он ее видит вот отсюда, какие у него крылья, какой цвет, какое оперение. И он написывает, когда пролетит вот эта птица, ты станешь просветленным. А этот вот здесь вот. И эта птица над ним пролетела, но он ее смотрит здесь. Он смотрит, и корявую лапу, какое-то вышептанное пузо. Вообще не то, что описывал. А птица-то одна и та же, и под ним она пролетела. Но он послушал вот этого, в его восприятии, этой птицы. И когда мы говорим опять же, а кто я есть, куда я есть, это опять же, а кто тебе задает эти вопросы. Вот уходи просто, останется сам собой не оденее. Это не нужно делать там часами. Это можно делать по несколько минут, можно каждый день, можно не каждый день. Как тебе захочется. И просто начни говорить, вот куда тебя приведет твоя мысль, что твоя мысль, кто мыслит эту мысль. Кто мыслит эту мысль, то повысит эту, кто ее потом тебе интерфектирует. И еди вот этими вот тянь, да, а потом мозг обрывает, он говорит, вот, все, заколебал мне, все, пойдем куда-нибудь. Пойдем в кафе что-нибудь, съедим вкусненькое, все, и забудем. Ну, его нафиг, куда это быть, кто ее думает? Да я ее думала, но кто ее может думать? Да, и очень часто она просто бывает, что быстрее, когда ты понимаешь, когда уже нет мыслей. Мысль это всего лишь, бегущая страха, которая вне тебя, и ты за нее либо цепляешься, за эту мысль, и начинаешь на ее мысли и ее проживать, либо ты ее просто наблюдаешь. Но это первый этап. Это первый этап, когда ты понимаешь, что все вокруг только наблюдение. А потом ты глубже проваливаешься через смерть. Глубже проваливаешься, и потом уже видишь, что тебе не нужна мысль. Тебе некому мыслить. Тебе некому интерпретировать то, что происходит. Ты и есть это все. Ты можешь только транслировать через ту Личность, которую ты создал. в больном или не в больном теле, в молодом либо не в молодом. Ты можешь себя уже транслировать. Но ты понимаешь, что ты просто себя транслируешь через эту Личность. А ты есть все. Без наблюдаемого наблюдателя. Потому что наблюдаемый наблюдатель его тоже кто-то наблюдает, а тебе интерпретировал как наблюдаемого наблюдателя. Кто? А когда ты становишься самим наблюдением, тебе некому интерпретировать это. Можно ли это странно назвать с ними Богом? Это же все игра слов просто. Что такое Бог для тебя? Это же все слова. Тебе же просто сказали. Если бы тебе не сказали, что есть человек из трех Богов, который все сотворил, ты бы об этом никогда не подумал. Это же все слова. Чего это Бога в случае? Тебе это уже сказали, но ты этим не стал. Тебе же кому-то это сказали. Ты же кто-то начал это думать. Кто начал это думать? Ты же не стал всем, кто сотворил. Ты же себя не чувствуешь творителем всего, потому что ты есть все. А ты себя уже чувствуешь тем, кто интерпретирует тот, кто сотворил. То есть ты говоришь, кто-то сотворил. То есть ты уже не творящий. Ты уже думающий про того, кто сотворил. Да нет такого, что нормальный, это всего лишь критерий. Хорошо, плохо, норма, не норма. Это критерий, чтобы нам было проще, нам поделили на хорошо, плохо. Нет ведь ни хорошо, ни плохо. И нет ведь ни жизни, ни смерти. Потому что и жизнь, и смерть, она во едином. только когда ты видишь смерть в каждом моменте, ты видишь жизнь. И это прям момент. Вот я сейчас этот момент, вот момент, он мгновенький. Я его сейчас вот разобью вот так, и вы поймете, что вот в этом вот мгновении что находится. Это когда ты, ну чтобы прям совсем жестко было, это когда ты видишь, перед тобой идет твой ребенок, и на него падает кирпич и убивает его. И у тебя внутри разрывается все от боли. И в эту же секунду ты видишь, как он встает, и у него все хорошо, он живой. И у тебя в эту же секунду разлетается просто радость от всего. И вот когда ты просыпаешься, когда ты осознаешься, пробуждаешься, простреляешься, не знаю, как это назвать. Вот ты живешь, вот это мгновение, мгновение, которое я сейчас вот растянула, оно у тебя постоянное. То есть вот это вот состояние, смерть накладывается на жизнь, жизнь накладывается на смерть в единосекундном моменте. Вот в этом состоянии ты всегда живешь. Вот это чувство, вот эта вот глубина, она всегда есть. Она больше, чем любые эмоции. эмоции. Это и есть эмоции? Нет, это не эмоции. Я говорю, она больше, чем любые эмоции. Что? Это чувство, это глубина чувствования. Вот ты испытывал когда-нибудь, когда на твоих глазах самый близкий твой человек умирал? А вот если бы он тут же, вот ты испытал, ты вспомнишь, а вот если бы он тут же был живой на фоне смерти, раз ты встал, что бы ты испытал? Да, это не супер, но если бы он человек, в большом времени умирает, не умирает. Ну, там просто про разные моменты говорят. Ну, кому пришло время умирать, это всем пришло. Мы сюда вообще не рождаемся, а умираем. Давайте начнем с этого. Это больше подходит. Но чтобы вы прочувствовали этот момент, я же интернет-комфитацию привела, чтобы вы прочувствовали этот момент. И именно поэтому я привела ребенка. Потому что мать, каждый знает, вот посмотри, как умирает у ребенка, тут же что ты хочешь. Эти вот два, вроде бы несовместимые, но глубинные чувствования, они происходят всегда, они не заканчиваются. Они не начинаются и не заканчиваются. Они всегда есть ты. Ты их не проживаешь. Ты ими являешься. Как вы с этим состоянием справились? А вы часто не справились? Вы же пошли по полу в мире, и усиливаются на месте, потому что это настоящий невозможный опыт. Возможно? А для чего ты на Земле и все на Земле? Ну, это наш опыт. Для чего? Опыт? Для чего тебе опыт? Да, на тебе почему? Для чего? Для чего? Можно ли сказать, что мы все ждем до чего-то одного? И абсолютно все ждем до всего разного? Для своего опыта. Как в слышке накапливается опыт чувствования. Потому что только через физическое тело вы можете прожить вот эти вот эмоции, восприятие, ощущения, чувствования. Оно дает только через тело. Эмоции. Что это, душно? Ну, ты спросил в своей Душе. Я же тебе сказала, а ты же меня не слышишь. Но опыт для того, может, лучше точно. Да, опыт для чего? Опыт для следующего тебя. Потому что вы вне тела, вы не сможете же его получить. Там уже идет следующий этап. Следующий этап тебя. Но только через физическое тело вы можете получить те плюшки, которые у вас есть. Именно поэтому я очень часто спрашиваю, зачем тебе неедение? Это же так прекрасно. Вот девушка же сказала, что так прекрасно есть персики, фрукты, там еще что-то. И это действительно так. Это прекрасно. И это не обязательно вот к этому идти, чтобы быть вот таким-то. Ты сначала приди к себе, а потом ты решишь, насколько тебе это нужно. Потому что только через это тело, только в этой плотности у тебя есть тело. Во всех остальных тел не будет. Это твой панцирь, это твоя капсула, это твоя тюрьма. И только через эту тюрьму, только через тело ты можешь испытывать боль. Только через тело ты можешь испытывать болезни. Только через тело ты можешь испытывать через на фоне болезни какие-то свои осознания, свой опыт, свою свою глубину и этим нужно садиться и когда ты понимаешь что ты через это тело который играет твоей твоей тюрьмой ты можешь прийти к самому себе где нет хорошо и плохо где нет радости и горя где просто есть когда ты приходишь вот через это делать просто есть ты можешь идти уже на следующий этап смотрите я вам не смогу это то же самое что мне сейчас сказать по-китайски рассказать тебе про что-то ты не знаешь китайского но очень многие слова которые я вообще пытаюсь их как-то рассказать хоть как-то что очень многие моменты то есть я вам рассказываю наверно в лучшем случае 30 процентов того что может вообще ощутиться потому что это рассказать очень сложно передать тебе слова у меня был опыт выхода из тела как клиническая смерть и возврата в тело я увидела как вот этот дух свет был облачен все то что мы называем так что это тело то есть это вам сказать как по климашею как по грауз все то что мы считаем это все артежки программа то есть это как бы собрать это все и разобраться то есть это я увидела и да мы действительно вот поздравили что все то что у меня в жизни не имело смысл и значение то есть это мы ребёнок работали на мечты и цели образования там мать официальная я мама я дочка подруги и так далее все это вот так вот в один момент раскинулось и потом это точно так чтобы цветок не собралось и это меня хотела с вопросом как бы что что-то имеет смысл здесь на земле если все забылось в одном мгновении да и все это просто шелухало спало с меня так что же за чего что у нас здесь вот и у меня это было сознание через три дня когда я играл в своем уроке что единственное для чего я живу это научи себя любить и что это вот состояние научи себя любить за то что я вам несу с собой то есть это как валюта такая для предыдущей вот и мне очень интересно это только у меня такое ну вот я же говорю только через тело вы можете получать какие-то эмоции не будет тела вы как только выходите из тела не имеет значения нелюбимые ваши близкие ничего не имеет значения не имеет смысла вообще ничего смысл имеет только что-то для физического тела именно поэтому ваш мозг начинает вам подкидывать все то что может вас зацепить в этом теле красота молодость потому что если вы познаете себя вам абсолютно не важно через какое тело транслировать что-либо если вы еще здесь важно только когда вы находитесь в теле да почему я говорю что для меня стало абсолютно понятно что все то что для меня здесь было ценно и значимо оно в одну секунду за полностью перестало вообще быть значимым и когда я вернулась в тело ко мне прилетели вот эти мои как бы значимые вещи вот это для тебя важно вот это вот это вот это это миллиарды было оказывается в силу того что для меня любить да это смысл но я поняла что это все и у меня просто вот и поэтому я верю к тебе это было слабо и сапожным что это имеет значение что лицент я получала то что ты научишься сама себе только что ответила несколько раз да научишься любить именно то что уносится с собой вот мне вопрос в чем это кто-то меня вахт и это для всех людей вас хочется любить кто-то за чему-то совершенно любит я только что ответила на этот вопрос я не поняла где-то там я слышу значит не готова нет 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 ребят что же если что-то не слышит значит не готова это же я когда наложу свою парадику на ее сознание когда она будет готова тогда она будет услышать то что я сказала она сможет переслушать да нет переслушать а вы слышали о чем она говорила очень много времени за разговором потому что это очень много разговор и не слышать я ее вот у тебя душа на вот это уточнение своего вопроса ну и на том что ты именно говоришь а то что вот ты делаешь за оттуда у тебя вот за оттуда у тебя вот тебе важнее кто-то ответить и заходить почему да скажите вот вы делаете знания это вам пришло или вы красная изучаемость или сами во всю другую свои ощущения делаете с вами я делюсь только своим опытом да я ничего не читала ничего не смотрела никуда и не ходила это просто со мной случилось и единственное чем что я сейчас делаю это я сейчас изучаю нейробиологию анатомию общестроения человека чтобы рассказать на более доступном языке человеку что происходит с его физическим телом когда у него происходят те или иные моменты в его жизни то есть что происходит с почками когда например там мама не может отпустить девочку что происходит с поджелудочной железой когда происходит кто-то что происходит с семическим сердцем когда у него идет какой-то финансовый финансовая просадка как это связано почему это связано то есть чтобы это рассказать не мультяшным языком а чтобы хоть как-то это структурировать поэтому я начала мне приходится вот это вот изучать чтобы это донести людям это как иностранный язык все если бы она была на английском то есть да очень особый бедизм вы получали потому что то что вы рассказывали о себе то что они связаны с непосредственными единиям например такие вот любовные там секции они вообще очень привлекаются я никогда ничего не читала что это вы видите она не едет дышать дышать нужно если есть дышать вы можете дышать там дыхание оно тоже другое становится может не дышать я дышу я не дышла до того уровня чтобы не дышать что иногда не дышать которое есть у вас у себя ну вот смотрите например 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 есть моменты когда хочется практиковать не дышать и там начинаешь смотреть сколько ты не дышишь есть например когда особенно на велосипеде я любитель на велосипеде поездить и у нас очень прям такие места и бывает такое что заезжаешь на горку чтобы не спить дыхание ты его останавливаешь такое тоже бывает вот но чтобы я сказать что я гуру в каком-то дыхании наверное у меня высыхание немножечко моего тела наверное другие воспоминания поэтому у меня наверное не так но я знаю людей которые не могут не дышать и 24 часа как бы не дышать легкими у нас же все тело дышит и когда вы выходитесь например длительное время под водой вы тоже можете замечать что когда вы становитесь этой водой не через не тело в воде а вы становитесь дышать 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 легкими вы знаете у нас оказывается полтора часа 7 а все тогда всем огромное спасибо что можете спросить давай последний вопрос что такое я же вам спросила что такое бог а если я есть все если бог что создал где был бог до того как он создал он был всегда он был всегда где везде везде где вселен а вселенная где вы раздали ну вот видите вот не просто идете вы придите к себе и вы это все увидите так не совершает и что все а я так не сказала почему вы думаете что какие что-то создавалось всегда существует всем огромное спасибо ребят спасибо спасибо спасибо